Разговор происходил в среду, ближе к концу самого теплого марта за все время существования Нью-Йорка. В четверг погода не изменилась, и я даже не надел пальто, выйдя из нашего особняка на западной 35-й улице и направляясь в гараж за машиной. Я был подготовлен к любым случайностям. В бумажнике у меня имелся запас визитных карточек, которые гласили «Арчи Гудвин», помощник Нира Вульфа, Западная 35-я улица, 922, телефон Проктор 5-5-3-0. В нагрудном кармане пиджака, помимо обычного содержимого, лежал документ, сфабрикованный мной на пишущей машинке. Он был напечатан в виде служебной записки «От Арчи Гудвина для Нира Вульфа». В записке говорилось «Разрешение от инспектора Л.Т. Кремера на обследование комнаты в отеле Уолдорф получено. О результатах сообщу по телефону». Сбоку над текстом были нацарапаны чернилами. Тоже моя работа, достойная восхищения. «Инициалы. Л.Т. К.» Убойный отдел находится на 20-й улице, меньше, чем в миле от нас, и примерно в половине десятого я уже сидел перед обшарпанным старым письменным столом, владелец которого, восседая во вращающемся кресле, хмуро разглядывал какие-то бумаги. У него было круглое красное лицо, маленькие серые глазки, плотно прижатые к черепу уши. Он перенес на меня угрюмый взгляд и проворчал. «Я чертовски занят». Глаза его уставились в точку на три дюйма ниже моего подбородка. «Что это ты так расфронтился? Не думаешь, уже Пасха?» «Я не знаю такого закона, который запрещал бы человеку купить себе новую рубашку и галстук», – парировал я. «А может быть, как и полагается детективу, я маскируюсь?» «Конечно, вы заняты, и я не намерен отнимать у вас время. Хочу просить вас об одолжении, о большом одолжении. Не для себя, так как совершенно уверен, что, кажись я в горящем доме, вы бы немедленно приказали плеснуть в пламя бензина. Я обращаюсь к вам от имени Нира Вульфа. Он просит вас разрешить мне осмотреть комнату в отеле Уолдорф». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!